Здравствуйте! В эфире информационная программа «12 новости республики» на телеканале «Регион-12» в студии Мария Шевкунова. Время весенней уборки. Насколько любят и берегут свой город ешкаролинцы, можно будет сказать уже в воскресенье. По результатам первого из двух ежегодных субботников. Официально он назначен на завтра, но на многих предприятиях и в организациях санитарный день прилегающей территории прошел уже сегодня. Можно сколько угодно говорить вслух «Ах, как я люблю свой город!» Но если взглянуть на оттаянные дворы, улицы, скверы, отношения налицо. Пивные бутылки, пластик, пакеты, окурки и пачки от сигарет. Причем чем популярнее место у горожан или чем больше жильцов в доме, тем грязнее прилегающая территория, признаются специалисты. Однако немало и тех, кто понимает, что чистота – это важная составляющая благополучия. Пришла весна, приходится убирать территорию, оттаял мусор, организовали субботник, предупредили коллектив. Никто не отказался, все согласились. Наняли технику по объявлению в газете и приступили к уборке. Как отмечают в мэрии, такой деловой подход далеко не у всех собственников, не говоря уже об арендаторах. Зачастую приходится напоминать банальную, но в то же время грустную истину. Силами одних лишь коммунальных служб весь мусор, скопившийся за зиму, убрать нереально, ресурсов не хватит. Нужна помощь жителей и коллективов, предприятий и организаций. Да, ситуация повторяется из года в год. Да, об этом знают все, но все ли делают? Для привлечения субботника мы на всех домах развесили объявление. Товарищи жители, выходите на субботник, разбирайтесь, кому надо инструмент, приходите к нам даем. Также мы обошли всех арендаторов, уведомили письменно, чтобы все завтра вышли на субботник, прибирали в свою территорию. Однако, как признаются сотрудники домоуправлений, судя по прошлому году, у клонистов больше, чем помощников. Зато сетовать на пыль и грязь желающих хоть отбавляй. Но если спросить себя, а что он сам сделал, чтобы этой грязи не было? Хотя бы в пределах собственного двора или в границах участка, на котором находится его офис или предприятие. Ответ увидим 20 и 27 апреля, во время общегородских субботников. Организуя уборку территории вокруг своего кафе, Сергей Павлов отлично понимает, что чем чище прилегающая территория, тем больше преимуществ перед конкурентами. Прежде всего думаем о клиентах, чтобы было приятно людям приехать на чистую территорию, провести вечер у нас. Ну я же со школы, скорее всего, пойду. Ничего не знаем о субботнике. К сожалению, нет. Очень много работы. Я, к сожалению, в этот раз уезжаю в Москву, а так на следующую субботу выйду на субботник. Мы собираемся идти на субботник. Ой, я работаю все выходные, поэтому мне никак не получится. Так сходило бы. Вы знаете, у нас, наверное, будет дома субботник у нашего дома. У меня маленький ребенок, поэтому я не смогу пройти на субботник. Сходим. Обязательно даже. Наверное, нет. А никто не звал. Даже не слышу. Ну если время будет, то можно будет сходить. Да. Все. Обязательно. Время будет, пойдем, если работы не будет. Наверное, собираюсь, потому что это пойдет на благо всего города. И я хочу, чтобы он был чистым и аккуратным. Время весенней уборки. Насколько любят и берегут свой город ешкаролинцы, можно будет сказать уже в воскресенье. По результатам первого из двух ежегодных субботников. Официально он назначен на завтра, но на многих предприятиях и в организациях санитарный день прилегающей территории прошел уже сегодня. Субботник каждый проводит по-своему. Например, на улице Московской местные жители попросили администрацию и шкарлы убрать установленный в конце прошлого года бункер накопитель мусора. Новшество не прижилось в этом секторе частных домов на ремзаводе. Людям никак не удавалось складывать пакеты с отходами в емкость, в результате чего образовавшаяся свалка длительное время остававшаяся невывезенной привлекала бродячих и обычных собак. Хорошо было, когда контейнер стоял. А то в неделю один раз машина ездила по улицам, а теперь вообще было очень хорошо. Но люди не смотрят на того, что стоит контейнер, они мимо контейнера бросают, собаки растаскивают по всему лесу мусор. Вот контейнер хотя бы убрали, да все равно люди носят мусор. Я говорю, хоть табличку ставь, что свалка мусора запрещена. Это единственный случай Южкороля за время внедрения в частном секторе новой формы сбора отходов. Стоит напомнить, что прежняя практика сбора мусора раз в неделю в установленной сроке приезжает машина, и жители грузят в нее отходы, признана затратной. Все работы финансируются из столичного бюджета, а частники за них не платят. Вероятно, на улице Московской временно возобновится прежний способ сбора мусора. Правда, гарантией, что же складирующиеся на границе парковой зоны пакеты с отходами не привлекут бродячих собак, в отсутствие бункера накопителя нет никаких. Вообще же, в ближайшем будущем частникам придется оплачивать вывоз мусора с их территории. Генеральная схема очистки Южкорлы уже практически готова. Генеральная схема санитарной очистки территории предусматривает перечень мероприятий, которые регулируют всю деятельность по обращению с отходами. Именно с бытовыми отходами. То есть, сколько у нас чего есть в настоящий момент, это контейнеров, контейнерных площадок, транспорта для транспортировки бытовых отходов, и сколько нам чего надо с перспективой на 20 лет. Идеальный вариант подготовленного документа, регламентирующего уборку мусора в Южкороле, предусматривает, в частности, требования к строительным организациям обеспечивать должный вид территории застройки на всех стадиях строительства. Прежде всего, это требование касается бытового мусора, которым стройки, как правило, изобилуют. Ну а еще один идеализированный посыл генеральной схемы очистки способен даже посягнуть на святая святых. Если написано на бумаге «Точно воплотиться», в нашей действительности можно будет задуматься и о целесообразности субботника, отнимающего у предприятия и организации определенное число человека-часов. Будет ведь чисто, а не так, как каждую весну. МЧС России предупреждает о высокой вероятности возникновения в ближайшие дни чрезвычайных ситуаций на территории 54 регионов страны. Из-за активного таяния снега, сильных осадков и разлива рек. В связи с повышением дневных температур до плюс 17-20 градусов и значительным превышением запасов воды в снеге, сохраняется вероятность подтоплений, говорится в прогнозе ведомства. В списке регионов, где допускается вероятность возникновения чрезвычайной ситуации, и Мариел. Как сказывается пик паводка на качестве питьевой воды и какие нагрузки выдерживает городская коммунальная инфраструктура во время внешнего таяния вод? На эти вопросы напрямую нам ответил главный инженер Ишкаролинского водоканала Александр Кутырев. В каком режиме работает Ишкаролинский водозабор в эти дни? Почему в центральной части города происходит ухудшение качества воды? В нашу телекомпанию с такой жалобой обратили жители Ишкаролы. Так ли это на самом деле? Жители города Ишкаролы получают воду в обычном режиме. Даже в первых числах апреля месяца был остановлен речной водозабор, и в апреле весь город получает арбанскую воду. Поэтому улучшение качества воды жители не должны почувствовать. А в каком режиме работает Ишкаролинский водозабор в эти дни? В эти дни в обычном. А если касаться того, что водоканал это не только водопровод, а еще и канализация, то нагрузки на канализацию в эти дни повышаются в разы. Сами видите, по улицам бегут ручьи, в воде деваться некуда. Жители даже помогают в этом. Сами открывают крышки люков колодцев, долбят дырки, спускают воду в канализацию, что в принципе не должно делаться. Нагрузка на канализационные насосные станции за дни таяния снега увеличилась примерно в два раза. А в чем заключается контроль качества воды, которую водоканал поставляет жителям города? Водоканал контролирует качество подаваемой воды в город. Для этого у нас есть аналитический центр качества вод, который ежечасно, круглосуточно берет отборы подаваемой воды в сеть водопровода городскую. А также имеются контрольные точки порядка 10 в городе, где тоже постоянно, каждодневно берутся анализы воды. А повлияет ли паводок на стоимость работ, которые ведутся на предприятии? Паводок, в общем-то, единственное, что увеличение нагрузки на сети канализации, что, возможно, и поведет с собой какие-то дополнительные разрушения. Многие, наверное, горожане видели неделю назад водоканал в центре города, тут какие-то раскопки проводил, кто-то, наверное, проходил, спрашивал, неудобства какие-то, с колясками было трудно пройти, это у домовой кухни на Ленинском проспекте. Произошло разрушение трубы из-за того, что труба была переполнена, старенькая, и, в общем-то, и пришла в негодность. Какой материальный ущерб наносит паводок деятельности водоканала? Материальный ущерб. Если какие-то стихийные бедствия, какие-то аварии, это может быть одно. А во второе, опять-таки, если через свои насосные станции мы прокачиваем воды в два раза больше, то есть мы и платим за электроэнергию, которую расходом тоже в два раза больше. А тарифы у нас в связи с паводком, как вы знаете, не меняются, они постоянные. Какой уровень паводка может отрицательно сказаться на работе предприятия? На сегодняшний день уровень воды в реке Кокшага составляет 85 метров 40 сантиметров. То есть до критической точки, а критическая точка у нас считается 87 метров, еще полтора метра. Но я думаю, что до такой вряд ли дойдет. Паводок, наверное, сейчас на Кокшаге где-то почти на самом пике. И если поднятие будет еще даже на полметра для водоканала, это отрицательно не скажется никаким образом. Какие планы у города и водоканала на расширение водопроводной сети, в частности, за счет присоединения пригородов? На самом деле городской территории Данилова, например. Жители деревни Данилова давно ждут городскую воду в свои дома. Работа, начатая в прошлом году, будет продолжена. Открыто финансирование городской администрации. Часть работ мы уже начали выполнять в марте месяце. Сейчас маленько подсохнет. И в мае мы выйдем и будем продолжать работать на этом водопроводе. Если все у нас, то, что задумано, получится, то я думаю, что в этом году, к осени, жители деревни Данилова, где-то примерно до перекрестка поворота на Семеновку, уже получат городскую воду. Можно ли уже предполагать, когда в Яшкороле в этом году начнется сезон фонтанов? И произойдет ли это на майские праздники? Сезон открытия фонтанов, как я считаю, он связан все-таки с летом, с летней погодой, с солнышком, с праздником. Какая будет погода на майские праздники, мы пока можем только предполагать. Но уже сегодня водоканал готовит фонтаны к их запуску. Производится очистка от снега, льда, от мусора, промыть все после зимней. Долгой зимы нужно все фонтаны. По мере необходимости и по погоде мы уже будем запускать их. Александр Валентинович, спасибо вам за беседу. Спасибо вам. Третий в Старом Свете. Яшкаролинский силач Владимир Семенов завоевал бронзовые медали на прошедшем в Чехии первенстве Европы по пауэрлифтингу. Наш земляк стал третьим по программе Тройборья, а также третьим в приседании. Успехами яшкаролинских силачей давно уже никого не удивить. Мало того, этот вид спорта сегодня в республике ведущий. Как минимум по количеству медалей, завоеванных нашими спортсменами на российском, европейском и мировом уровнях. А последнее из таких соревнований – первенство Европы среди юношей и юниоров, в котором участвовал яшкаролинец Владимир Семенов. Владимир выступал впервые в юниорском составе, завоевал право участия в первенстве Европы, право на то, чтобы его включили в состав сборной команды страны. Выбор тренеров был правильным. Он завоевал большую бронзовую медаль весовой категории 66 килограмм. Соревнования проходили в Чехии, в Праге. Общий поднятый Владимиром вес – 620 килограммов. В становой тяге – 217,5, в жиме лёжа – 152,5, в приседании – 250 килограммов. Кстати, именно в приседании была завоевана вторая бронзовая малая медаль. Я не ожидал, что мы поедем в первенство Европы. Выбрали меня, старшие тренера. Готовились. Давно уже готовились ко всему. Было тяжело в приседе. Было то, что без тренера поехали. Но я сориентировался. Все сказал, как все дело. Нормотали бинты, все хорошо. Такой результат планировался, потому что в прошлом году Владимир также достаточно успешно соревновался, став бронзовым призером перенства России среди юношей, где затем также в составе сборной команды страны принял участие в перенстве мира среди юношей и завоевал большую серебряную медаль. Нельзя не отметить, что пусть и третье место, но для Владимира Семёнова это крупный успех. Все-таки редкость, когда в первый же год выступления в новой для себя возрастной группе спортсмен добивается такого результата на таком уровне. У Владимира достаточно большие перспективы. Об этом говорит показанный результат. В следующем году уже участвую на перенстве России среди юниоров. Будем бороться за более высокие места. Первое, второе. И что позволит ему твердо укрепиться в составе сборной и бороться за медали международного уровня. Между тем, спортивный сезон все еще продолжается. Окончательные его итоги будут подведены на завершающих цикл чемпионате Республики Марий Эл. 26-27 апреля в спортивном комплексе «Юбилейный» соберутся все наши силачи. В одно время, в одном месте можно будет увидеть лидеров сборных России, призеров чемпионатов и переносов Европы и мира. День донора. Десятки девушек и молодых людей, танцующих на Патриаршей площади в красных футболках, просто не могли не привлечь внимания. Несмотря на то, что в Марий Эл не сократилось число доноров с момента вступления в силу нового закона, отменившего денежную компенсацию за сдачу крови, доноров все-таки не хватает. Доноры нужны каждый день. Но сказать, что у нас катастрофическая ситуация по донорам, никогда не скажу. Могу сказать, что население нашей республики – это очень отзывчивый народ, всегда готовый прийти на помощь. Мы очень рады, что поток доноров не прекращается и надеемся, что так же будет и впредь. Из бонусов донорам в новом законе, напомню, остались лишь отгулы и питание. Врачи честно признаются. Были опасения, что люди могут отказаться сдавать кровь. Но, как выяснилось, на станцию переливания крови приходят не зарабатывать. Мотивы чаще всего лежат вне финансовой плоскости. Главврач республиканской станции переливания крови приводит нам такие цифры. За январь-март кровь сдали 2086 человек. Число доноров по сравнению с тем же периодом прошлого года не изменилось. Молодцы! 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 В четверг флешмоб в защиту донорства на Патриаршей площади. В пятницу подтверждение слов делом. Студенты классического университета как на экзамен отправляются на станцию переливания крови, подбадривая новичков. Я дождалась своего 18-летия. И вот сегодня я пришла впервые. Очень даже это неожиданно, во-первых. А во-вторых, с нетерпением я ждала этого момента. Это очень важно для каждого из нас, так как этим поступком мы спасаем многим людям жизнь. Сам я уже больше трех лет даю кровь. И за это время сдал больше 20 раз кровь. Мне очень нравится то, что и студенты, которые приходят только сейчас, первокурсники, второкурсники, активно подключаются к этим акциям. Вот вчера они были на площади, танцевали вместе в одном флешмобе. Сегодня они пришли на станцию переливания крови, чтобы делом подтвердить вчерашнюю акцию. Мы будем заключать договор с Центром переливания крови, чтобы эти акции были не разовы по праздникам, а это было каждый месяц. Потому что коллектив Мариинского госуниверситета – это больше 10 тысяч человек. И у нас великолепные люди, и они открыты. Мы хотим, чтобы вокруг нас были улыбки, позитив, здоровье. И поэтому мы готовы поделиться, в том числе, и своей кровью. За этот месяц у нас прошло только пять таких акций. С учетом акций, проводимых в районах республики, студенты как раз и Мариинского государственного университета, и Поволжского технического университета. Это наши надежнейшие помощники в тех ситуациях, когда экстренно требуется заготовка крови. И мы очень рады, что молодежь в этом возрасте начинает заниматься таким хорошим делом. В базе данных республики числится почти 20 тысяч доноров. Из них 3 тысячи почетных и более 500 кадровых. В прошлом году доноры Мариэл сдали более 7 тысяч литров крови. Это позволило врачам обеспечить базовый запас крови и ее компонентов. То есть обеспечить всего лишь текущие потребности медицинских учреждений республики. О стратегическом запасе речи не идет пока. И чем больше будет подобных акций, тем лучше, говорят врачи станции переливания крови. И не исключено, что кто-то из этих молодых людей придет сюда еще не один раз. Информационная служба ТВ и радио на Патриаршей. Продолжение следует... Продолжение следует...